Вертолет Робинсон Как легковой автомобиль, внедорожник на 4 места, поршневой двигатель. Имеет все параметры летные, как у большого дорогого вертолета. Таких красавцев в Истринском хелепорте около 40. И подобными цифрами может похвастаться не каждый европейский хелепорт. Ведь чтобы обеспечивать работу такого количества летательных аппаратов, нужна серьезная инфраструктура. В Истринском районе она развивается с 2003 года. Здесь есть даже собственная диспетчерская вышка. На этой территории нам не обязательно иметь диспетчера по требованиям авиационных властей. Но так как здесь проходит обучение достаточно большое количество людей, курсантов, мы считаем необходимым иметь профессиональных диспетчеров, которые приучают молодых пилотов к правилам ведения радиообмена. И все у нас выглядит на высоком профессиональном уровне. К предстоящей выставке российский хелепорт готов не только технически. Нашим пилотам есть чем похвастаться. Ведь из 18 человек по всему миру, которые совершили кругосветный полет, 4 человека вылетали именно из хелепорта в Истре. А еще именно отсюда стартовали экипажи, ставшие мировыми рекордсменами. Наш экипаж вылет с этой площадки в Истре и совершил посадку через чуть больше чем 4 дня на Сахалине. И этот маршрут был зарегистрирован в ФАИ, было установлено 3 мировых рекорда. В мире на вертолетах совершало кругосветных перелетов только 18 человек. И 4 человека – это пилоты аэроклуба Истр. Но восхищают не только рекорды. Особая гордость хелепорта – это поисковые операции, которые дают возможность спасать людей в самое короткое время. В истории, когда теряются люди, они достаточно стандартные. Люди там или с детьми, или пожилые люди. Да-да, бывает даже, что вполне как бы молодые, здоровые ребята уходят в лес, недостаточно экипированные, не полностью заряженные телефоны, недостаточно воды или вообще ее нету. Не в состоянии развести просто там костер, например, согреться. Они день ходят, потерялись, к вечеру звонят, заявляют в МЧС о том, что они потерялись. И вот по ситуации координаторы, которыми работают для связи нас и наземных спасательных служб, как МЧС, так и добровольных, они запрашивают помощь авиации. Современные технологии позволяют делать полеты на вертолете доступными многим людям и практически в любой части света. И пусть это кажется технически сложным, но пилоты уверяют – все сомнения отступают, когда оттуда, сверху, открываются уникальные виды, которые доступны без вертолетов, разве что с гор. Алина Самила, Эльдар Шефигулин, Михаил Моралов, Истранет ТВ.